Все началось с моей бабушки. Я был еще ребенком, когда врачи отправили ее домой в инвалидной коляске умирать. Диагностировали болезнь сердца конечной стадии. Было столько шунтирований, что у хирургов практически закончились трубки. Бабушка была прикована к инвалидной коляске и мучилась от боли в груди. Но врачи сказали, что ничего уже нельзя сделать. Ее жизнь была окончена в 65 лет. Но потом она узнала о Натане Приткине, американском диетологе-исследователе долголетия. То, что произошло дальше, было зафиксировано в биографии Приткина. В ней говорится о Фрэнсис Грегор моей бабушке. Это была программа, в которой люди сочетали растительную диету с режимом упражнений. Бабушку привезли туда на коляске, а уходила она уже своими ногами. Всего за несколько недель она уже могла проходить до 10 миль в день и прожила еще 31 год, до 96 лет, чтобы продолжить общение со своими шестью внуками, в том числе со мной. Ее чудесное исцеление не только вдохновило одного из ее внуков построить карьеру в медицине, но и подарило ей достаточно здоровья, чтобы увидеть его выпускником медицинского колледжа. Так что все это действительно благодаря ей. Во время медицинской подготовки я был потрясен, узнав, что все эти доказательства лечения хронических заболеваний с помощью изменения образа жизни, открытие артерий без лекарств, без хирургического вмешательства, игнорировались медициной. Стоп! Если лекарство от убийцы номер один могло потеряться в кроличьей ныре, то что еще похоронено в медицинской литературе? Что могло бы помочь моим пациентам? Я сделал миссией своей жизни выяснить это. Вот что привело меня к созданию Nutrition Facts.org и заставило написать книгу «Как не умереть». Исследования показывают, что люди сильно переоценивают силу таблеток и процедур в поддержании своего здоровья. Например, пациенты считают, что понижающие уровень холестерина статиновые препараты примерно в 20 раз эффективнее в предотвращении сердечных приступов, чем есть на самом деле. Неудивительно, что большинство людей продолжают полагаться на лекарства в своем спасении. Но нас убивает не нехватка лекарств. Секрет в том, что большинство опрошенных людей сказали, что не станут принимать многие из этих препаратов, если узнают, как мало от них пользы на самом деле. В то время как чистка нашего питания не только безопаснее и дешевле, но и может быть эффективнее в предотвращении замедлений и обращении вспять некоторых из основных причин смерти, потому что лечится сама причина заболевания. Каждый год Центр контроля и профилактики заболеваний составляет список 15 главных факторов смертности. И у меня есть глава о каждой. Как не умереть от болезней сердца, от болезней легких, от болезней мозга, рака органов пищеварения, инфекций, диабета, высокого давления, заболеваний печени, рака крови, заболеваний почек, рака молочной железы, суицидальной депрессии, рака простаты, болезней Паркинсона и как не умереть от так называемых ятрогенных причин. Другим словом, не умереть по вине врача. Это первая половина книги и хорошая новость в том, что у нас есть власть над нашим здоровьем и долголетием. Подавляющее большинство случаев преждевременной смертности и инвалидности предотвратимы с помощью растительной диеты и здорового образа жизни. Но я не хотел просто написать справочник. Да, есть тысячи цитат, рецензируемых научных работ, но я хотел, чтобы это было практическим руководством по переводу масс информации в ежедневное решение. И это стало второй половиной книги. Во-первых, я начинаю с системы светофора, чтобы классифицировать все в продукты красного, желтого и зеленого цвета. Есть моменты, в которых я говорю о лучших доступных данных, свидетельствующих о том, что здоровая диета сводит к минимуму потребления мяса, яиц, молочных продуктов и переработанной еды, максимизируя потребление фруктов, овощей, бобов, гороха, нута и чечевицы, цельного зерна, орехов и семян, грибов, трав и специй. Это настоящая еды, которая растет из земли. Лучший выбор для здоровой жизни. Некоторые продукты, однако, имеют особое целебное свойство, поэтому я формирую мои рекомендации вокруг списка ежедневной дюжины, которые стараюсь вписать в мою повседневную жизнь. Например, рекомендую четверть чайной ложки куркумы в день, столовую ложку молотых семян льна, ягоды каждый день, зелень каждый день. Рассказываю о полезных для здоровья напитках, здоровых подсластителях, количестве упражнений. Весь список ежедневной дюжины с рекомендованными порциями доступен в качестве бесплатного приложения для Android и iPhone. Просто найдите Dr. Grego's Daily Dozen. Существует только одна диета, которая когда-либо доказано реверсировала болезни сердца у большинства пациентов. И это растительная диета. Если все, что растительная диета может сделать, это обращение вспять убийца номер один мужчин и женщин, то не следует ли сделать ее основной диетой до тех пор, пока не будет доказана обратная. И то, что она также может быть эффективной при лечении, замедлении и реверсировании других основных убийц, таких как высокое давление и диабет второго типа, сделала бы растительную диету просто подавляющей. Большинство смертей в Соединенных Штатах, которые могут быть предотвращены, связаны с питанием. Итог наиболее тщательного анализа факторов риска из когда-либо опубликованных «Исследования глобального времени заболеваний», финансируемого фондом Билла и Мелинда Гейтс, причиной номер один смерти в Соединенных Штатах является наше питание. Причина номер один инвалидности – это наше питание, которое теперь потеснило курение до второй позиции. Курение убивает около полутора миллионов американцев в год, а неправильное питание убивает на сотни тысяч больше. Очевидно, что питание должно быть предметом номер один для преподавания в медицинских учебных заведениях. Главным, о чем врач должен говорить вам при каждом визите, не так ли? Как мог произойти такой разрыв между наукой и практикующей медициной? У врачей серьезный дефицит питания в области образования. Большинство врачей просто никогда не учили тому, какое влияние здоровое питание может оказать на ход болезни, и поэтому они получают высшее образование без этого мощного инструмента в их арсенале. Есть также институциональные барьеры, такие как ограничение во времени и отсутствие возмещения. Обычно врачам не платят, законсультирование людей о том, как заботиться о себе самих. Конечно, фармацевтические компании также играют свою роль в оказании влияния на медицинское образование и практику. Спросите своего врача, когда в последний раз его приглашал на обед большой брокколи. Это, вероятно, было очень давно. Это как курение в 50-е. Несколько десятилетий была наука, связывающая курение с раком легких, но она была проигнорирована, потому что курение было нормой. Большинство врачей курили. В среднем, потребление сигарет на душу населения было 4000 в год. Это означает, что средний американец выкуривал полторы пачки сигарет в день. Американская медицинская ассоциация заверяла всех, что курение в умеренных количествах не вредно. Был такой же разрыв между наукой и государственной политикой. Прошло более 25 лет и 7000 исследований до первого отчета главного врача здравоохранения о вреде курения в 60-х годах. Логично предположить, что после первых 6000 исследований они могли бы как-то предупредить людей. Это была мощная индустрия. И сегодня производители мяса, сахара, молочных продуктов, соли, яиц и переработанных продуктов используют ту же тактику, тактику табачной промышленности, чтобы исказить науку и запутать общественность. До изменений в системе мы должны взять на себя личную ответственность за свое собственное здоровье и здоровье наших семей. Мы не можем ждать, пока общество снова догонит науку, потому что это вопрос жизни и смерти. Субтитры создавал DimaTorzok